Продолжение следует... Начну с Народной газеты. На этой неделе на страницах издания меня заинтересовала статья «Вечно ждать повышения в рубрике карьера». Многие сотрудники причиной своих неудач считают злого начальника. Но так и есть. Согласно результатам аналитиков, примерно 35% россиян считают, что вредное начальство — это причина трудностей в карьерном росте. Больше половины респондентов признались, что сталкивались со сложностями в карьерном развитии. Чаще всего в них венят руководители и завистливых коллег. По мнению завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени Ломоносова Татьяны Разумовой, нужно идти навстречу сложностям, прилагать усилия и искать обходные пути. А вот президент агентства по поиску работы Алексей Захаров предлагает тем людям, кому все-таки пришлось столкнуться с проблемой вредный начальник, просто поменять место работы. Если такой вариант неприемлем, то нужно научиться не реагировать на агрессию в свой адрес, не позволять поведению злого шефа влиять на исполнение трудовых обязанностей и повысить самооценку. Как правило, успешны те люди, которые живут в гармонии с собой и не допускают саморазрушения. Рубрика «Будь здоров не без пессимизма» рассказывает о том, что уже к 25 годам в среднем суставы начинают стареть и медленно утрачивают эластичность. Дело в том, что в древности средняя продолжительность жизни была не выше 30 лет, и многие узлы организма просто не рассчитаны природой на длительную эксплуатацию. Главное, как поясняют врачи, нужно много двигаться, причем лучше ходить, а не бегать по мягкой поверхности, например, лесными тропками. Для пожилых людей идеальный вариант – скандинавская ходьба. В такой активности часть вертикальной нагрузки переносится с позвоночника и коленных суставов на палки, поскольку на них при ходьбе опираются. Для поддержания суставов не менее важно и питание. По словам экспертов, холодец и заливное также насыщены белками, которые необходимы хрящам и суставам. Кроме того, холодец, приготовленный на крутом бульоне, содержит коллаген, который в форме студня приобретает наиболее эффективные для усвоения организма свойства. К национальным изданиям. Газета «Канаж» на чувашском языке сообщает о возрождении исконных национальных традиций одного из главных направлений в культурной жизни чуваш Ульяновской области. В этом направлении ведется огромная работа. 12 июля чуваши с давних времен отмечают праздник Петрике. Традиционно на берегу реки Свияги они славно провели этот день и в нынешнем году. К районным изданиям. Журналист газета «Родина Ильича» Ульянского района Алена Одинцова порадовалась за награждаемых золотом. 8 июля в Ишевском лицее состоялась торжественная церемония вручения медалей за особые успехи в учении выпускникам Ульяновского района. С успешным окончанием школы ребят поздравили глава района Владимир Кузин и глава администрации Сергей Горячев. Власть имущие выразили глубокую признательность родителям, выпускников за достойное воспитание детей и наградили их благодарственными письмами за добросовестное выполнение родительских обязанностей. Неравнодушное отношение к учебе и отличные результаты. Вести с полей. Обозреватель старомаинских. Известий Наталья Дементьева рассказывает, как в начале этой недели в Старомаинском районе стартовала главная сельскохозяйственная компания года уборкой зерновых и зернобобовых культур. За первый день уборочной 2021 старомаинские комбайнеры убрали 365 гектаров озимой пшеницы. На мол составил 8 110 центнеров. Дарья Неконорова рассказывает про проект «Твори, выдумывай, пробуй». Лето – это пора отдыха для детей, время открытия и приключений, игр, труда, дающих возможности восполнить силы, укрепить физическое и психическое здоровье, развить творческий потенциал. Яркие эмоции подарила ребятам из отделения реабилитации «Добродея» по Старомаинскому району оздоровительная летняя смена на загородной даче Центра Доверия. Редколлегия издания «Новое время» Базарно-Сызганского района откопала в календаре знаменательных дат «День зеленых глаз». Ученые считают, что зеленоглазые люди очень часто обретают мудрость, обладают мощной интуицией, высоким уровнем чувственности. Также считается, что люди с зелеными глазами – самые лучшие родители. А сколько стихов создано про зеленые глаза? Многие поэтические строки, положенные на музыку, известны не одному поколению людей, причем разных возрастов. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». На передовице издания журналист Александр Агапов рассказал о том, что ульяновские легкоатлеты прошли отбор на ближайший чемпионат мира и Сурдо-Олимпийские игры. Часть региона будут отставить четыре спортсмена – двое молодых людей и две девушки. Такое право воспитанники спортивно-адаптивной школы завоевали по итогам недавнего чемпионата России в Чебоксарах. Статус лидера отечественного спринта среди глухих спортсменов подтвердил 27-летний Александр Беляков. Конкуренция в беге на 100 метров была такова, что Александру для победы пришлось побить рекорд России. В финале он пробежал 100-метровку за 10,77 секунды. Таким образом улучшил предыдущее достижение. Установленное в 2019 году. Эти и многие другие новости читаются на страницах наших изданий, а также на информационных порталах fullpravda.ru и media73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменно обозреватель пресс-батвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин